К вам пришел клиент с пустотами, с непрокрашенными пустыми участками на бровях, на губах, где они обычно бывают, на веках, может быть, на тенях. Что делать? Я расскажу вам об этом на вебинаре, который пройдет 3 ноября уже совсем скоро. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. На самом деле тут все просто. Вы должны поднять из архива свои фотографии этого клиента сразу после процедуры. Да, вы должны их сделать для начала. И, конечно, перед процедурой фотографии тоже нужны. Если вдруг ваш клиент пришел к вам с остатками, допустим, старого татуажа, сделанного вовсе и не у вас. Тут закономерный вопрос. Делаете ли вы эти фото тщательные такие? Описываете ли процесс татуажа для каждого клиента? И как хранить вообще эту информацию? Я рекомендую вам пользоваться облачными сервисами, например, Dropbox. Туда вы можете загружать фото. Фото клиентов в фаз, в три четверти со всех сторон. Фото портретное, макрозоны во всех ракурсах, также со всех сторон, естественно. Записывать данные клиенты и особенности течения процедуры. Вплоть до, не знаю, упоминания, кровила ли или нет. Был прыщ посреди брови. У клиентки были критические дни. Ей было больно, кровила намешала. Все абсолютно, что вы узнали. Так вот, вы поднимаете фото и смотрите, насколько качественно вы прокрасили зону татуажа проблемную. Если у вас конфликт с клиентом. Кстати, через месяц вам бросятся в глаза все недочеты вашей работы месячной давности. Вы уже за этот месяц стали опытнее на целый месяц. Так вот, насыщенность. Это очень важно, потому что именно с такой насыщенностью вы должны прокрасить пустоты. Чтобы остаток после заживления был равномерным. И вот индивидуально с этим клиентом работать именно так. Если просто все закрасить сверху, без учета пустот, то после заживления яркое станет еще ярче. То есть, темное, темнее. А пустоты будут продолжать светиться своим прозрачным цветом. Это правило касается пробелов размером миллиметр, может быть, или пары миллиметров. Так, вы закрашиваете пустоты, потом поправляете симметрию формы, если есть проблемы. И тут пришла пора выяснить, почему вообще в принципе эти пустоты образовались. Есть два варианта. Здесь два варианта. Это ваша вина. Не докрасили. И опять, это ваша вина снова, потому что клиент плохо ухаживал. И, например, попала вода, и он подзирал корочки. Так что да, всегда вина в принципе ваша. Напугайте вашего клиента на процедуре просто до полусмерти. Потому что как только он вышел от вас за дверь, за последствия отвечает только он. Ну и косвенно вы, когда он к вам придет недовольный. Кстати, в случае конфликта с клиентом, вы можете показать ему, как тщательно, идеально вы прокрасили все на первую процедуру. Какая идеальная была форма. Если, конечно, так было, и вы не криворукий, кривоглаз. Пишите вопросы о коррекции. Переходите по ссылке, которая будет в описании к этому видео. Напоминаю, поучаствовать в вебинаре онлайн гораздо выгоднее. Цена всего 2000 рублей. И есть возможность задать вопросы мне в прямом эфире. Я вам всем на них отвечу максимально подробно. Всем спасибо за просмотр. Всем до встречи.